Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вопрос, который я также отложил на некоторое время, и вот, видимо, пришёл черёд поговорить на эту тему. Вопрос связан с свидетелями Иеговы. Эта сектор распространена на территории Украины. Очень сильно в числе этой организации сейчас уже существует около 8 миллионов человек по всему миру. То есть организации весьма-весьма распространённые. Но в качестве вступления я зачитаю высказывание Пелагеи Рязанской, Великой Святой Руси, которая сказала своё мнение немножко о другой секте, которая, в принципе, схожа с свидетелями Иеговы, разница там небольшая. Я зачитаю, они называются «Адвентисты седьмого дня». И вот, что она говорит о «Адвентистах». «Блаженная Пелагея говорила, что русский народ будут душить всеми средствами, а адвентистам сатанинской вере зелёную улицу дадут. В нашей стране будет столько самоубийств, всё ещё впереди голод, а при голоде — людоедство, война, а затем выбирать антихриста. «Приложите всё попечение, чтобы Господь избавил от содомского греха». Обратите внимание, то, что сейчас происходит, то есть принимаются законы, которые делают легитимными браки между однополыми существами. Вот вам было предупреждение. «Приложите всё попечение, чтобы Господь избавил от содомского греха». Сатана даст команду срамить этим грехом особенно духовенство и монашество. Был у меня один знакомый, который несколько лет провёл в мужском монастыре, по-моему, в Брянской области. Вот так вот он рассказывал, что этому, опять-таки, это всё только лишь с его слов, я этого всего не видел и не слышал, и не интересовался. Но исходя из тех его воспоминаний, он говорил, что этому греху повально подвержены практически все. То есть мало кто воздерживается от подобных отношений, в монастыре. Как он сказал, что когда один из его знакомых или друзей уходил из монастыря, он даже сказал подобную фразу, что… А, когда он у этого товарища своего спросил, «Ну как же ты уйдёшь из монастыря в миру? Там же у тебя же нет никаких способностей, образования особо нет». Он сказал, ну как бы в монастыре немножко некрасиво, скажу, работать. Это фраза, опять-таки, которую я передаю дословно, то есть я ничего не выдумываю. Он сказал, что жопа я работать умею, поэтому как-то проживу. То есть он таким образом дал понять, что этот фактор существует в монастырях. И это уже беда, которая проявилась. Это не то, что будет когда-то, это уже есть и есть прямо сейчас. Об этом грехе Пелагея Слепенькая много говорила, но я тогда не знал значения этого слова. Он будет распространён в больших масштабах. Это мужеложество. Я смотрел как-то статистику. Каждый третий мужчина в Соединённых Штатах Америки вступал в подобные интимные отношения. Это статистика. Я думаю, если статистику умножить как минимум на два, то будут правильные цифры. Антихристово учение будет отличаться от православного учения только тем, что будет отрицать искупительный крест, предупреждала угодница Божия Пелагея Рязанская. Адвентисты седьмого дня есть первые враги креста Христова. Много епархий уже лишились епископства перед Богом за то, что владыки не препятствуют и не обличают врагов Христа. Это повальный бич, тот, который сейчас существует. То есть существует масса сект, и ни один из священников не идёт и не проповедует, не идёт и не распространяет знания относительно того, что вот эти всевозможные массовые секты подвержены всевозможным искажениям, фанатизму, неразумению и так далее. То есть учение подобных организаций лживо изначально. И раз уж священнослужители молчат, то Господь таких священников просто не то что по одному, а епархиями от себя отлучает. Вдумайтесь только в эти слова, это ужасно. Понимаете? То есть епископ молчит, священнослужители молчат, все молчат, Господь раз и отринул какую-нибудь епархию. Какую там, Черниговскую, допустим, раз и отринул её, всё. Как бы он говорит, я не знаю этих священников, пусть себе что хотят, там и делают. Но это для примера, я всё. За то, что владыки не препятствуют и не обличают врагов Христа. Много звёзд спало с неба, как и предсказано в Откровении. Звёзды с неба, о которых говорятся, это церкви Христа. Падают они потому, что учение искажается, и они отходят от истинных знаний, истинной веры, истинного понимания. То есть церковь лишила многих архипастырей перед Богом. За это постигнут Россию страшные беды. Много городов будет уничтожено самим Господом. Хотя и будут открываться все храмы. «Много городов будет уничтожено самим Господом». Тоже интересная фраза. Помните, во время Второй мировой войны, сколько было уничтожено городов? Отчасти мы говорим, что да, мы боролись с Гитлером, мы победили в борьбе с Гитлером, но ведь эта война не была без благословения Бога. И Пелагея Рязанская так и говорит. «Много городов будет уничтожено самим Богом». То есть посредством Гитлера Господь сам просто уничтожал ту страну, которую он сам любит, и он таким образом образумил и очистил свой собственный народ от каких-то внутренних нечистот, от своих внутренних деградаций, дурных карм и так далее. И далее уже идёт форма предсказаний, хотя и будут открываться все храмы. То есть пришло время, и вот сейчас уже очень много храмов восстановлено, много храмов открыто. Отчасти это всё, конечно же, прекрасно, прекрасно и похвально. Ну а теперь относительно того, кто же такие свидетели Яговы и что они из себя представляют, как они живут и так далее. Я могу сразу сказать, что опыт общения с этими существами или же с этими людьми у меня есть, поскольку у меня мама является свидетелем Яговы. Я с этим не борюсь. Я считаю, что это её право. Но относительно того, как всё это происходит, во-первых, сами по себе свидетели Яговы — это люди, которые привержены этому учению в силу только лишь того, что они очень много внимания уделяют изучению библейских повествований. То есть если бы к маме каждую неделю, каждую среду или каждую субботу не приходили эти люди и не общались бы с ней на тему библейских каких-то историй, библейских повествований, она бы в целом отошла бы. Но поскольку существует такой фактор, как я бы это назвал, работа с пониманием человека, с его интеллектуальным развитием, то есть каждую субботу, допустим, приходят люди и ей всячески пытаются донести, объяснить «вот это вот так, вот это вот так». И, конечно же, она с каждой недели возвращается мысленно к этим Знаниям, к этому пониманию и начинает убеждаться в том, что так это и есть на самом деле. Но это для примера. То есть работа с интеллектом, своего рода зомбирование здесь присутствует в полной мере. Это один из таких очень-очень больших минусов. Хотелось бы, конечно же, чтобы на таком уровне проповедь была налажена в православной церкви, чего нет уже давным-давно. То есть наши священнослужители проповедуют только лишь в самих храмах, а нет такого, чтобы выйти там где-нибудь в зал, прочесть лекцию, красивую, интересную, поработать с молодёжью, рассказать в школе красивую лекцию, не заунывную какую-то такую, от которой можно заснуть, а именно с историями о жизни святых, о подвигах, о чудесах, о реальных событиях, которые происходили в нашем мире с нашими людьми. Это было бы крайне-крайне интересно, но то, что мы можем видеть сейчас, это совсем не проповедь, и это в целом, конечно же, неудивительно то, что Пелагея Рязанская предсказывала, что Господь будет целыми епархиями отвергать учение той или иной церкви, к сожалению. Когда же я общался со свидетелями Еговы, я также обратил внимание, что эти люди крайне фанатично настроены. То есть попытаться им донести что-либо не удаётся, поскольку они всячески начинают утверждать, что в Библии об этом не сказано. То есть это их основной козырь, которым они пользуются, а в Библии об этом не написано. Ты им начинаешь говорить, что Преста и Богородица ведь тоже же воскресла. То есть воскрешение Иисуса Христа, но не единичное. Господь явился и воскресил Преста и Богородицу. А в Библии этого не написано. Понимаете? Вот это фанатичное понимание библейских повествований. Библия — это всего лишь знак, знак, по которому нужно идти, но не в котором нужно идти. Понимаете? Библейское повествование — это святое Писание, с помощью которого можно и нужно развиваться, а не развиваться в самом Писании. Заболевание, известное как буквализм, оно страшное заболевание. Иоанн Кронштадтский, обожаю это высказывание, он говорил всегда, что в Библии глупец черпает порицания, то есть упрёки в свою сторону, за то, что тот себя нерадиво ведёт, глупо живёт. Умный читает наставления, мудрец черпает мудрость. Это слова Иоанна Кронштадтского. Другими словами, сколько бы ни было людей, каждый из этих людей, каждый из нас понимает Библию по-своему на уровне своего развития. И навязывать чьё-то восприятие, как это происходит у свидетелей Иеговы, это крайне-крайне большое заблуждение. Был у меня также диалог относительно самого крещения с свидетелями Иеговы. Они приводили какие-то безумные доводы относительно того, что ребёнок маленький, а мы его крестим, он ещё ничего не понимает. А вот когда человек уже взрослеет, когда он принимает осознанно свой выбор, он идёт, принимает омовение, Дух на него святой снисходит и так далее. И мне хотелось сказать, да что же вы такое рассказываете-то? На самом деле мудрость православной церкви не сказано глубже относительно того, что вы рассказываете. На самом деле, когда родители крестят своего младенца, ребёнок является венцом, венцом рода, венцом семьи, венцом каких-то родственных отношений, идущих на протяжении сотен, тысяч уже воплощений. Понимаете? И когда родители подносят Богу для крещения своё дитя, они подносят и Его судьбу, и подносят свою внутреннюю судьбу в виде этого ребёнка и делают таким образом как бы такое духовное подношение. «Господь, благослови нас, благослови нашу семью, наш род в этом ребёнке, прими его!» Насколько это великий и разумный поступок. То есть и Господь принимает, действительно, Он принимает этого ребёнка, Он крестит, Он даёт ему ангел, Он даёт ему духовное имя. И этот акт, он по своей глубине настолько бесконечно велик и великолепен. И Господь столь милосерден относительно того, что происходит в нашей православной церкви. Это просто несравнимые вещи. И тут являются свидетели Юговы, говорят, что должно быть всё осознанно. Относительно осознанности чего именно? О какой осознанности идёт речь? Я считаю, что деятельность православной церкви это самое глубокое, самое разумное и самое дальновидное деятельность. Понимаете? Поэтому крестить нужно ребёнка ещё в младенчестве до 40 дней, как сказано, согласно древним поверьям. То есть ребёнок родился, в течение 40 дней его нужно покрестить. Это обязательно. Ну или же в ближайшее время, как получится. Или на 40-й день. Я не помню, по-моему, на 40-й день крестят. Могу ошибиться, но да, по-моему, на 40-й. То есть спорить, конечно же, с ними бесполезно. Это люди, которые изначально невменяемые. Им трудно донести что-то, поскольку их позиция такова, что если об этом не написано, буквально. Но в то же самое время ведь известно, что Библию переписывали три раза. Из неё вносились какие-то писания в более последних версиях. Ранние писания удалялись. К примеру, насколько я слышал, существует откровение Иоанна Златоуста о последних временах. Так вот, существует такое же самое откровение апостола Петра, в котором он также с помощью ангела путешествует по нижним мирам, ангел ему показывает будущее, показывает страждущих существ и так далее. Так вот, почему-то это писание убрали. И библейское повествование менялось из века в век. И вопрос буквального понимания всех тех писаний — это вопрос весьма-весьма щекотливый, поскольку если мы принимаем нынешнее, уже переделанное, то как быть с тем, что было изъято, удалено из библейского повествования? То есть невозможно вот так однозначно сказать, что они правы, а кто-то не прав. относительно диалога с Престой Богородицей тоже немножко смешно выходило. Они сказали, что ведь в Писаниях нигде не говорится, что Престая Богородица воскресла. Я сказал, да, конечно. Но ведь вы же понимаете, что, допустим, Иисус, когда приходил на землю, Он всячески показывал, демонстрировал чудеса. И на основании этих чудес люди верили Ему, они понимали, что да, если ты действительно духовное существо, то вот его чудеса, и вот тут он духов из свиней выгоняет, в свиней вгоняет, тут он слепого исцеляет, тут ещё что-то, ещё что-то мёртвого воскрешает Лазаря. Вот эти вот чудеса. И, по сути, все религиозные традиции, все мистические учения, они связаны с такими святыми существами. Обратите внимание, учение свидетелей Яговы, оно появилось вообще не от такого существа. То есть учение свидетелей Яговы — это учение, которое сродни учению саентологов, протестантов, и адвентистам седьмого дня, пятидесятникам, баптистам и так далее. Просто появился какой-то пастор, который не демонстрировал никаких чудес, никаких духовных знамений, просто сказал, что да, вот это вот так, вот это так нужно понимать, и теперь мы будем свидетелями Яговы. Да в самом названии, я думаю, те, кто хорошо знают, допустим, магические искусства, они поймут, что что-то здесь не так, поскольку Яговы — это имя, которое довольно часто фигурирует и в магических писаниях, в учениях магии. Но об этом не будем. Или же, если вернуться, допустим, к тем же самым саентологам, то как так бывает, чтобы человек, писатель, фантаст создал своё религиозное учение? А ведь учения саентологов именно к этому и относятся. Это парадокс. В прошлой эпохе учения Будда-Шаке-Муни, учения, допустим, вайшнавов, кришнаитов, учения христианства — это учения, которые были созданы или же проявлены пророками, действительно святыми, могущественнейшими существами, не просто писателями, фантастами. Понимаете? Не бывает так, чтобы пришёл писатель-фантаст и создал своё учение, свою религию. То же самое и относительно свидетелей Яговы. Свидетели Яговы — это организация, которая очень тесно сотрудничает со службами разведки Соединённых Штатов Америки. Более того, их журналы печатаются на деньги Госдепартамента Соединённых Штатов Америки. И за счёт этой деятельности эта организация собирает очень много информации и материала относительно людей, которые живут на территории Советского Союза, в Европе и так далее. То есть существует масса анкет, которые заполняются, отправляются и так далее. Один из аргументов в пользу деятельности свидетелей Яговы является то, что они всячески подрывают деятельность Православной Церкви на территории постсоветского пространства. То есть это оружие некое его возмездие. То есть по сути никакого спасения там в принципе быть не может. Никто не пытается никого спасти. И свидетели Яговы — это просто марионетки. Это секта, которую просто используют, всячески финансируя и поддерживая. Поддерживая, поскольку те просто целенаправленно и умышленно разрушают деятельность действительно истинных, исконных учений, в которых есть масса святых, масса чудотворных икон, масса воскресений, исцелений, изгнания бесов и так далее. Где? Покажите хотя бы одного человека, который по молитвам свидетелей Яговы, допустим, исцелился от какого-то тяжёлого заболевания или же был изгнан бес по молитвам свидетелей Яговы. Восемь миллионов человек, и никто не может сказать, что такие истории были. Никто! Не было ни одного чуда, но так не бывает. Иисус всячески демонстрировал чудеса, здесь же их нет. Это явный знак, указывающий на то, что в принципе учение лживо изначально. Говорить на эту тему, конечно же, можно. Я думаю, я вам подсказал, в каком направлении можно видеть и понимать о сути этого учения. Таких организаций, таких лжеучений на самом деле очень много. Очень-очень-очень много. К сожалению. Но я сторонник всё-таки исконного православия, в котором выросли и явились такие великие мужи, как Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Василий Блаженный, Матрона Московская. Да, у них в православной церкви также есть свои трения, у них также есть свои проблемы, но здесь могут и являются великие святые. Здесь есть чудеса, здесь есть чудотворные иконы. Что есть у свидетелей Егова? Журналы, которые печатаются в Нью-Йорке на деньги Центрального разведывательного управления. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok